На очереди мелочи жизни. Где в нашем городе пешеходам подготовлено настоящее испытание? И почему на центральных улицах порою сложно сориентироваться? Рубрика о казусах и курьезах коммунальной жизни города прямо сейчас в нашем эфире. Досадной несправедливостью можно назвать работы, прошедшие не так давно на улице Бачурина. Как вы видите, старый переезд, железнодорожные ветки давным-давно уже находятся в нерабочем состоянии. Но пешеходы вынуждены мучиться, перебираясь через рельсы, которые уже в принципе никому не нужны. Подтверждением моих слов является тот факт, что проезжая часть уже давным-давно закатана новым асфальтом. И, соответственно, проехать поезд здесь ну никак не сможет. А вот люди продолжают мучиться, причем, как мы видим, некоторым из них действительно сложно преодолеть, казалось бы, такое простое препятствие. А в их этой ситуации проще некуда. Либо убрать рельсы, либо засыпать их старым отработанным асфальтом. Порой даже в самом центре нашего города можно встретить такое, что, если честно, просто глаза на лоб лезут. И я говорю сейчас об извечной проблеме нашего города. Проблеме вызова, вывоза ТБО. Посмотрите сами, во дворе улицы, дома по улице Гоголя находится контейнерная площадка. И вот уже несколько дней она выглядит таким образом. Признаюсь честно, здесь есть запах помоев. Я не представляю, каково жить людям в этом трехэтажном доме. Мне довелось обратить внимание на эту мусорную кучу еще в понедельник. Сегодня вечер среды. Мусор здесь так и не вывозился. А как мы помним, в летнее время контейнерные площадки должны очищаться гораздо чаще, чем раз в три или четыре дня. Учитывая, что и в понедельник здесь уже была огромная куча мусора, этой свалки как минимум неделя. Напоследок лишь отмечу, что уникальный ансамбль из свалки, кучей веток, дополняет еще и замечательная детская площадка. Она расположена буквально в мусорных контейнерах. Ну или мусорные контейнеры стоят прямо на детской площадке. Как бы то ни было, остатки детской радости соседствуют с остатками от жизнедеятельности человека. И это не очень удачное сочетание. Что-то лишнее. Либо контейнеры, либо детская площадка. Но мы говорим о мусоре. И хочется в первую очередь, чтобы вывозить начали именно его. Ну и напоследок давайте поговорим о том, как мог бы выглядеть наш город, если бы в нем не было большого количества уличной рекламы. За моей спиной здание Сбербанка. Но стоит нам перейти улицу и посмотреть на здание, которое все знают как магазин Эльдорадо, то мы увидим огромное количество рекламы, которой буквально залеплены фасады здания. Рекламы так много, что взгляд порой теряется. И разобрать что-либо буквально невозможно. Стоит отметить, что еще глава региона Максим Решетников в Перми решил навести порядок на городских улицах. То же самое озвучено было и с нашим городом. Глава города Сергей Васильевич Гордеев уже говорил предпринимателями о том, чтобы историческую часть города очистить от навязчивой рекламы. К сожалению, пока ничего не изменилось. Но как мы видим, вмешательство это требует. Потому что здания абсолютно скрыты за баннерами. И порой непонятно, что перед тобой находится. То ли яркая вывеска, то ли торговый центр.